Пока все захлёбываясь в слезах о Кейде пересматривают новый трейлер, вышла ещё одна статья на этой неделе в Банже и ещё одна порция новых подробностей о тонкостях грядущего обновления 2.0.0 и дополнения отвергнутые. Привет, Страж! Я Джонни Лейни и сейчас, как всегда, быстренько раскидаю тебе самые важные статьи от разработчиков по полочкам. Но сначала хочу позвать тебя на грандиозное мероприятие в Москве. Которые организовывают Банжи и Активижн для отечественных игроков. 5 сентября в Бинстрик Арена в самом сердце столицы пройдёт премьера дополнения «Отвергнутые». Десятки мощнейших игровых компов, консолей, бар, музыка и поддержка всех крупных сообществ. Я от лица канала Трипл Вайп рад пригласить тебя на это мероприятие. Приходи сам, затусим вместе, зови друзей, участвуй в конкурсах на крутейшие призы. Общайся и заряжайся настроением на самом старте долгожданного дополнения. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Ну что, придёшь? Тогда ознакомься со всеми подробностями в нашей группе ВКонтакте и принимай участие в конкурсе на эксклюзивный лут уже сегодня. Ну а теперь к интересненькому. Рейд «Последнее желание» откроется 14 сентября в 8 часов по Москве. О рекомендуемом уровне силы официально ничего не сказали, но если вам не страшны спойлеры, то вы можете почитать статью в нашей группе, в которой мы как раз рассказали о том, какие утечки удалось получить датамайнерам касательно рейда. И пока что всё указывает на то, что эти утечки очень даже правдивы. Ссылку оставлю в описании. Одна из самых сложных тем для новичков – модификаторы. Что с ними? Модификаторы будут достаточно редкими, получить их можно будет следующими способами. Вся экзотическая броня первого или второго года, неважно, может упасть уже с экипированным модификатором, а вот с легендарками всё сложнее. Не рейдовые шмотки, и броня, и оружие имеют очень маленький шанс упасть сразу с модификатором, а приобретённые у вендоров шмотки тоже не будут иметь модификатор. После релиза вы сможете приобрести один из двух наборов модификаторов у оружейника Банши 44 за компоненты модификаторов и блеск. Один модификатор на оружие и один модификатор на броню. Также вы сможете получить модификаторы, распыляя шмотки, на которых они уже имеются, так что не пропадут. Это то, что выйдет уже с патчем 2.0.0 28 августа, а с выходом отвергнутых 4 сентября модификаторы на броню первого года в вашем инвентаре перестанут работать, но вы сможете разобрать их или обменять на материалы. Модификаторы на броню первого года, установленные в вашу броню, останутся нетронутыми, и вы сможете заменить их на новые. А вот дальше речь пошла о балансе изменениях классов и предметов. Уклонение охотника стрелка теперь позволяет только перезаряжать оружие. Два важных обновления для охотничьих экзотиков. Звездный полуночник при убийстве с золотого пистолета зарядит вашу ульту на 33%, а любимый и ненавистный корона червеоболочки больше не будет восстанавливать здоровье и щит. Вместо этого увеличит уровень здоровья и щита в начале уклонения, а не после него. То есть позволит легче уходить из-под обстрела, из-под тимшота. Ура, не ура, я вот хантер, но даже я рад некому нерфу. Все же хотелось бы другой экзотики иногда надевать в гарнеля, а так выбора даже нет. Варлокам тоже кое-чего поменяли. Усилили эффективность целебного раскола, а усиливающий раскол увеличивает теперь урон прицельных попаданий. Титанам поменяли свойства мобильной баррикады, она будет автоматически добавлять патроны в ваш магазин, теперь не придется больше приседать, на рейдах и любых боссфайтах очень крутая вещь. Вместе с расколом варлока будет работать на ура. Кстати и те и другие расколы и баррикады будут отображать таймер до того, как их действие иссякнет. Опасные преступники, беглецы из тюрьмы старейшин могут быть найдены в открытом мире уже после патча 2.0.0, однако они не будут дропить награды до выхода отвергнутых. А вот сложность затерянных секторов будет повышена. Например, сектора на ЕМЗ будут иметь рекомендуемый уровень силы в 240 единиц. Рассказали немного про торговца Зура. Он больше не будет отображаться на карте мира и не будет привязан к горячим точкам, так что снова будем искать его, как в старые добрые на перегонке. А вот его роковые анграммы не будут дропать экзотики отвергнутых, так что лутать придется походу все самому. 4 сентября в 5 часов по Москве будут проведены профилактические работы. Сервера в игре будут недоступны. В 5.30 для загрузки будет доступен патч. В 8 часов закончится профилактика и сервера будут доступны. Так что мы на финишной прямой, друзья. В следующем видео я расскажу, как подготовить своих персонажей к релизу дополнения. А на сегодня все. Не забывайте посмотреть инфу по ссылкам в описании. Там много интересного. Участвуйте в конкурсах, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok